На повестке три вопроса члены комиссии по безопасности дорожного движения из информации государственного инспектора по надзору ГИБДД узнают, что мешает безопасно водить автобусы. Основное замечание – это деревья. И те, которые недавно спилили, и те, которые разрослись и теперь мешают обзору. Еще замечание после обследования автобусных маршрутов – это неискошенная трава и отсутствие дорожных знаков – основных маршрутов по улице Свердлова. Знаков очень много не хватает. Ну и совхозная также до сих пор закрыта для движения из-за многочисленных выбоин. Выбоины от Коммунистической до Роза-Люксембург. По улице Совхозная – это улица Коммунистическая до Роза-Люксембург. Нужен ремонт дорожного полотна. Это южная часть. Но южную часть, как таковую, не проводили обследование. Но замечание – это улица Крылова, которая закрыта для движения из-за выбоин. И еще предупреждает государственный инспектор. На дорогах по улицам Ильича и Красноармейской появились выбоины, которые уже не соответствуют даже предельно допустимым нормам. И вдогонку к предоставленной информации член комиссии Петр Железняк интересуется об информационных местах на остановках. На основании рекомендации Думы направлены были письмами для того, чтобы эти информационные листы, информационные щиты были установлены. Значит, прошу уточнить и дополнительную вам информацию предоставим. И еще просит уточнить член комиссии. На Ильича, Крылова и Совхозная будет только ямочный ремонт? Нет, ямочный ремонт предусмотрен на Декабристов. Ямочный ремонт предусмотрен на Совхозной и Ильича, и Крылова. Но помимо этого еще есть достаточное количество дорог, я сейчас говорю только о тех, по которым есть замечания и по которым идут маршруты. По улице Декабристов в апреле месяц были уточнены суммы бюджетных средств, направленных на создание проекта. Ремонта, капитального ремонта дороги. То есть вот по улице Декабристов в этом году мы делаем ямочный ремонт, в этом году подготовим проект, а на следующий год уже закладываем средства на капитальный ремонт. Вопрос по итогам обследования автобусных маршрутов оказался многогранным. Вот и тема юных велосипедистов на дорогах тоже актуальна. Там не надо денег, я считаю, затрачивать ничего. Раньше частный сектор, вот идет улица, от нее до дороги где-то метров 10. И вот у людей у дома дрова лежат, кирпичи, я не знаю. Вот раньше, ну сам себя помню, еще ребенком, мы всегда ходили вдоль домов, по дороге никто не ходил. Сейчас все дети, потому что все завалено, это просто на жителей заставить, чтобы они убрались и все. Хорошо, предложение? Ну, пройтись по жителям, я так понимаю, это раньше ходили люди, контролировали. Председательствующий просит занести предложение в протокол. Второй вопрос повестки касается порядка на железнодорожных переездах на территории Полевского городского округа. В районе улиц Челюскинцев, Крылова недостатки исправляются. А вообще, по мнению Дмитрия Коробейникова, здесь все решается просто письмом в адрес руководителей организации собственников о приведении в соответствие требованиям железнодорожных переездов. ОГИ ПДД, ОМВД по городу Полевскому в соответствующие акты направить в администрацию Полевского городского округа, значит, взять на контроль, рекомендовать было взять на контроль проведение ремонтных работ и приведение в соответствие требованиям железнодорожного переезда по указанным улицам Челюскинцев, Крылова. И еще члены комиссии по безопасности дорожного движения рассмотрели и согласовали проект схемы размещения рекламных конструкций. Дело в том, что на территории Полевского городского округа утвержден и согласован с Министерством по управлению госимуществом документ на установку рекламных счетов вдоль дорог, но в процессе появились вопросы. Теперь разговор идет о размещении еще шести рекламных конструкций вдоль дорог. Кроме того, члены комиссии обратили внимание на то, что многие водители на дороге по улице Павлика Морозова развивают запредельную скорость. Этот факт договорились проверить. Ольга Фролова, Алексей Карипанов. Новости. Твой день.